Пророк Давуд, мир ему, как-то попросил Аллаха испытать его. Он был силен, молод, красив, богат, обладал множеством чудесных способностей. Казалось бы, все в его жизни складывалось идеально. Это и волновало его. Ему захотелось трудностей, испытаний, о которых он и попросил Всевышнего. Ведь вера его была крепка. Он не ожидал, что испытания, подстерегающие его, окажутся таким неожиданным, удастся ли ему его преодолеть, смотрите в рубрике «То, что нужно знать об исламе». Давуда, алейсалям, мы знаем, что ему было неспослано писание «Псалтирь», который называют Забуром. Это писание повествовалось, в этом писании повествовалось о том, чтобы народ Израилева следовал законам Торы. То есть призыв это не было как новым законом, новой заповедью. Это было призывом к тому, чтобы следовали за Торой, то есть Тавратом. И пророк Давуда, алейсалям, рассказывает, что у него был такой прекрасный голос, настолько прекрасный, что когда он начинал воспевать стихи из Псалтиря, из Забура, то сходились все люди, даже птицы и звери, для того, чтобы послушать прекрасный голос Давуда, алейсалям. И даже в наше время принято называть, хвалить другого человека, что его голос подобен голосу пророка Давуда, алейсалям. И рассказывает, что Иблис, проклятый Иблис, начал завидовать пророку Давуду за его прекрасный голос, за его умения и мастерство. И он придумал разного рода музыкальные инструменты для того, чтобы отворачивать людей от истины, отворачивать людей от того, чтобы они не слушали пророка Давуда, алейсалям. Однажды Всевышний Аллах решил испытать пророка Давуда, алейсалям, после того, как он попросил Всевышнего об испытаниях, подобно испытаниям Ибрагима, Исхака, Якуба, пророков, алейхимуссалям. И Всевышний решил его испытать. И испытание, был назначен срок испытания, и пророк Давуда, алейсалям, у него было место, в котором он поклонялся, место называется Михрабом. И однажды, поклоняясь там, он заметил, как к нему залетела прекрасная птица. И он подумал, что эта птица является птицей из рая. И он следил, куда она сядет, куда она летит. Эта птица была далеко не райской, это был Иблис в обличии птицы. И когда она остановилась возле реки, он заметил, то есть пророк Давуда, алейсалям, прекрасную девушку. И есть разные версии в отношении этой истории, что эта девушка была засватана за одного из полководцев пророка Давуда, алейсалям. Там была версия, что она являлась и его женой. И когда пророк Давуда, алейсалям, увидел ее, она ему очень сильно понравилась, и он попросил своего полководца, чтобы он развелся с ней ради пророка. И есть версия также, что он отправил его на войну, чтобы, то есть большая вероятность была того, что он покинет этот мир, и после окончания срока Айдды он возьмет ее замуж. Мы более склонны к первой версии, так как подобного рода недостатки не присущи пророкам, и многие ученые говорят, что эта версия недостоверна. И рассказывают, что после того, как этот полководец развелся со своей женой, она вышла замуж за пророка Давуда, алейсалям. И однажды, находясь в своем михрабе, поклоняясь Всевышнему Аллаху, к нему заходят два человека. Это были два ангела в обличии людей. И они попросили пророка Давуда, алейсалям, рассудить их. Один говорит, что у него есть одна овца, у другого девяносто девять. И этот человек просит пророка Давуда, алейсалям, рассудить справедливо их. Он говорит, что у меня одна овца, и этот человек, у которого их девяносто девять, просит меня продать свою единственную ради него. Тогда пророк Давуда, алейсалям, говорит тому, у кого девяносто девять овец, что ты поступаешь несправедливо по отношению к своему брату. И тогда они посмеялись и исчезли. И пророк Давуда, алейсалям, понял, что это были ангелы, понял и осознал свою оплошность, что он поступил несправедливо по отношению к своему полководцу. Так как у пророка Давуда, алейсалям, до того, как он женился на ней, было девяносто девять джон. И пророк Дауд А.С. после этого молился Всевышнему Аллаху, находясь в земном поклоне, рассказывает, что он одевал грубую одежду и молился Всевышнему Аллаху. Также рассказывает, что даже когда он садился, чтобы поесть, он смачивал хлеб своими слезами, так как его слезы не останавливались. И он все же добился прощения от Всевышнего Аллаха посредством стольких мольб, посредством такого покаяния. И все же он каждый раз вспоминал об этом случае на протяжении всей своей жизни и вновь начинал молиться, вновь начинал плакать.